Всем привет! Сегодня мы поговорим о системе, которая не нуждается в представлении. Она стоит в каждом компьютере, ноутбуке, недавно полноценно перешла на планшеты и готовится к запуску на телефонах. Мы говорим о Microsoft Windows. История о популярнейшей системе в мире началась ещё в далёком 1985 году, когда появилась графическая облочка для MS-DOS, который являлся текстовой операционной системой и ничего кроме текста в ней не было. Сама Windows 1.0, как бы это странно ни звучало, стала прорывом технологий, ведь с её выходом можно было забыть о консольных командах. Появился калькулятор, пейнт, часы, панель управления и самое главное визуальный проводник и поддержка мыши. И да, это были нововведения. В 1987 году вышла Windows 2.0, в которой появилась возможность открывать несколько окон одновременно, менять их размер с помощью кнопок, а последние обновления второй Windows улучшили поддержку процессоров Intel, драйвера печати, оперативной памяти, да и в целом система работала стабильней. Спустя всего лишь 3 года выходит новая прорывная система Windows 3.0. Больше никаких текстовых оболочек. На замену им пришёл полноценный графический интерфейс, в котором ты полностью видишь передвижение мыши, полноценно все цвета и полноценно дружелюбную систему. Именно в третьей версии Windows появился Сапёр и Солитёр. Полностью были обновлены калькулятор, блокнот и рисовалка. Windows 3.0 стала первой системой Windows, в которой были разработаны звуки, но для них нужно было скачивать дополнения. А ещё именно третья Windows стала поддерживать русский язык, до этого был только английский, немецкий и японский. В 1992 году выходит Windows 3.1, который являлся первой системой, поддерживающей комбинации клавиш для вставки, вырезания и копирования текста. Также это первая система, которая изначально имеет звуки, но только при ошибке или предупреждениях. Были проделаны улучшения проводника, панели управления, календаря, реестра и много-много других исправлений. А ещё выходила Windows 3.2, но только для китайского рынка, в который всего лишь был исправлен ввод китайского языка. В 1993 году выходит первая версия линейки Windows NT, под названием Windows NT 3.1, в которой, в отличие от прошлых систем, была поддержка 32-битных приложений. Да и в целом, эта версия была намного стабильнее и надёжнее, за счёт того, что она использовала NTFS форматирование, а не FAT. Также выходила Windows NT 3.51, в которой глобальных изменений для обычного пользователя не было, но в этой системе уже зарождалась идея меню пуска и панели задач. Компания, собственно, ручно разрабатывала оболочку Neuschel, которая делала вид как Windows 95. Однако, это было лишь для тестирования. 24 августа 1995 года произошло событие, превратившее Microsoft в мирового гиганта среди операционных систем. Вышла Windows 95. Первая система, которая имеет меню пуск, панель задач, появилась поддержка длинного количества символов для файлов. Среди NNT-системы Windows 95 стала первой системой, которая поддерживает 32-битные приложения. Эта версия Windows начала продвигать систему Plug and Play, что дословно переводится как «Подключи и используй», либо «Подключи и играй». При подключении каких-либо устройств того времени, например, мыши или клавиатуру, в большинстве случаев система начинала автоматически устанавливать драйвер, чтобы это не нужно было делать вручную. Также, с выходом новой версии Windows, Билл Гейтс заявил, что в связи с выходом новой ОС с вирусной опасностью будет покончено. Но уже спустя полгода вышел довольно безопитный вирус, который повреждал системные файлы. До этого в системе не было стандартного интернет-браузера. Его нужно было устанавливать вручную. Лишь в OEM Service Release 1, который вышел в самом конце 1995 года, появился предустановленный всеми нами ненавистный браузер Internet Explorer. Кстати, интересный факт. Для того, чтобы установить Windows 95, раньше нужно было вставлять 13 дискет, и обязательно в определенном порядке. То есть ты вставлял первую дискету, грузился в установщик, а потом ждал, когда тебя попросят вытащить первую дискету и вставить следующую. А попозже уже появилась всеми привычная CD-версия. Летом 1996 года вышла новая версия линейки Windows NT под названием Windows NT 4.0, в которой уже был вид Windows 95. 25 июня 1998 года выходит успешнейшая система с соответствующим названием Windows 98. Появился спящий режим, обновление системы по воздуху с помощью Windows Update, настройки и встроенные темы рабочего стола, возможность проверки системных файлов с помощью SFC и конвертация файлов системы с устаревшей FAT16 в новый FAT32. Было исправлено множество багов с прошлой системы, а также была увеличена база драйверов. За два месяца до релиза проходила презентация Windows 98, в которой Билл Гейтс показывал ее нововведения. И во время подключения сканера к демонстрационному компьютеру в системе произошла фатальная ошибка, из-за которой выпал синий экран смерти. Биллу Гейтсу тогда удалось отшутиться, поэтому мы пока и не продаем Windows 98. 14 сентября 2000 года выходит последняя версия семейства Windows 9X. Windows Millennium или же просто Windows ME по оценкам многих сообществ стала самой провальной системой. Ее критикуют за то, что она ничем не отличается от Windows 98 и за то, что в ней множество багов и тормозов. Мои подписчики телеграм-канала также выбрали Windows Millennium как худшую Windows. Новая Windows действительно получила мало функций. Восстановление системы и точки восстановления, которые позволяют сохранить определенный отрывок и в случае системной неполадки откатиться до него. Ну и еще одна большая причина, почему ненавидели Millennium, так это за то, что восстановление системы за определенный промежуток восстанавливало также и вирусы, которые пользователь удалял ранее. Добавили также защиту системных файлов и некоторые улучшения проводника. В системе появился встроенный редактор видео под названием Windows Movie Maker, а также Windows Media Player 7. Microsoft Windows 2000 вышла 17 февраля 2000 года. Это самая безопасная версия Windows. Она больше не требовала дискет, ведь образ системы стал намного больше. Внешне система не изменилась. Появились лишь новые иконочки, красивейшие звуки, которые даже приятно слышать сегодня. В контекстном меню появился пункт «Открыть с помощью». Да-да, его раньше не было. В Windows 2000 появилась поддержка 64 гигабайт оперативной памяти, больше никакой MS-DOS, появилась возможность обновлять систему по воздуху с помощью Windows Update. И да, эта функция перекачивала из Windows 98, оттуда взялась и восстановление системы с помощью SFC. Эта система, кстати, стояла на школьных компах, где я учился. Мы на них даже умудрялись играть в древние беты Minecraft. 24 августа 2001 года вышла революционная Microsoft Windows XP, которая на данный момент стоит менее чем у 1% мирового рынка. А в Армении эту систему используют более половины страны. До 2012 года эта система была самой популярной в мире. Новый внешний вид, сглаживание текста с помощью ClearType, быстрое переключение пользователей, новые звуки, обои, скринсейверы, переработанное восстановление системы, режим совместимости приложений, пинбол, нативная работа с архивами zip, большинство новых функций для управления системой из командной строки, улучшенное ядро для поддержки приложений, гибкость системы для сторонних тем, которые позволяли превратить Windows XP в macOS или Windows Vista. Вот что можно было рассказать вкратце о Windows XP. Эта система стала первой у многих, в том числе и у меня. Ведь самая первая система, а точнее сборка, которой я пользовался, еще не ходил в школу, это Зверь 2010. Также, именно с Windows XP пакеты обновлений под названием Service Pack стали иметь большое значение. Например, Service Pack 2, который вышел в 2004 году, внес возможность подключать Wi-Fi и Bluetooth, был еще ужесточен Firewall, который был переименован Brandmauer, а многие сервисы стали запускаться с пониженными правами. Еще была 64-битная версия, но Microsoft с этим поспешила и производители драйверов не поддерживали эту систему вообще. Кстати, в конце 2020 года произошла утечка исходного кода Windows XP и даже Windows Server 2003. Архивы на японском форуме весили около 40 гигабайт, и всего лишь спустя 4 часа архив был удален, но он все равно разлетелся по всему интернету. Из-за этого инцидента, если вы зайдете на Википедию, там будет написано, что исходный код частично открытый. Если что, мы такое осуждаем. Windows Vista, первая по-настоящему современная Windows, которая вышла для общего доступа 30 января 2007 года. Такая же ненавистная обществом версия, как и Windows ME у людей постарше. Новый внешний вид, который пытались скопировать Windows XP, полноценное разделение редакций, стартер для нетбуков, Home Basic для слабых ПК, Home Premium как вариант подешевле, и Ultimate, который включает в себя абсолютно все, как сейчас про редакция. Появление контроля учетных записей, которые требуют подтверждения запуска программ, огромезное улучшение защиты против эксплойтов и прочих вирусов, шифрование диска с помощью BitLocker, Windows Defender, родительский контроль, популяризация 64-битных версий процессоров, обновленный поиск в системе, ускорение копирования файлов, совершенно новый проводник и большинство встроенных программ, новые игры, Inkbow, Purple Place, Windows Media Center. Все это и многое другое было добавлено именно в Windows Vista. Система получила огромную критику, так как требовало уже в 2007 году аж целых 1 ГГц компьютер, 2 ГБ оперативной памяти и свободных 40 ГБ памяти жесткого диска, в то время как у людей были печки с 512 МБ ОЗУ и 30 ГБ жесткими дисками. А это я еще молчу про видеокарты, которые должны вывозить крутые спецэффекты, которые хоть и можно было выключить, но этот факт не спас ситуацию. 22 октября 2009 года вышла новая версия Windows, которая закрывала и исправляла ошибки старой – Windows 7. Я думаю, эта легендарная система, которая была до недавнего времени тоже самой популярной, представления не нуждается. Внешних изменений довольно мало. Немного ухудшили эффекты прозрачности, обновили панель управления, которая до сих пор есть в Windows 11, более тесная интеграция драйверов, Windows Media Player 12, новая панель задач, более гибкие контроли учетных записей и прочие небольшие изменения. Спустя 3 года выходит раскритикованный Windows 8.0. Отсутствие кнопки пуск, да и в целом новый полноэкранный пуск, совершенно новая панель управления, магазины VPN-приложений, которые делают систему более открытой и просторной, обновленный проводник с верхней панелью под названием строка или ribbon, сброс системы, переосмысление экрана блокировки. Также с выходом этой системы Microsoft вышла на рынок планшетов. Так как компания делала упор на планшеты, как это было видно по дизайну, появились Microsoft Surface под управлением Windows RT, который работал на ARM-архитектуре. Поэтому никакие программы, кроме приложений из Windows Store, нельзя было установить. А в 2019 году магазин Windows был окончательно закрыт. В следующем году вышла Windows 8.1, которая справила все проблемы прошлой версии. Вернули кнопку пуск. Появился последний и по сей день интернет-эксплорер 11. Появилась возможность открывать сразу рабочий стол, а не пуск. А с некоторыми обновлениями до 2014 года появилась даже кнопка выключения компьютера в пуске. Добавили больше размеров плиток в пуске. А также в 2015 году внедрили сервисы телеметрии и слежки, которые были добавлены и на Windows 7. Поддержку Windows 8.1 прекратили в начале этого года, а Windows Store для этой версии перестал работать всего лишь полгода назад. Вот мы и пришли в наше время. Windows 10, который узнают даже те, кто только пошел в первый класс. Плиточно-списочный и привычный пуск, новые параметры, антивирус, поддержка приложений, новый Microsoft Store, панель задачи дизайн, виртуальные рабочие столы, новый центр обновления, центр уведомлений, огромное количество слежки и телеметрии, да и вы в принципе сами знаете, как дальше было. Поддержка Windows 10, кстати, тоже прекратилась. Единственная обычная версия, которая будет поддерживаться еще два года, это 22H2, а также корпоративные версии, у которых поддержка будет еще долго. Новое и самое последнее на данный момент Windows 11 вышло уже два года назад. В ней также появился новый дизайн, поддержка Android приложений, переработанный стандартный шрифт для масштабирования и в Microsoft Store было разрешено распространять обычные Windows 12 приложения. Примерно через год выйдет Windows 12, о ней у меня уже выходил ролик. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр этого длинного видео. Если вам понравилось, можете поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. В описании есть все полезные ссылки. Спасибо моему сокурснику Ренату за 200 гривен. Желаю всем удачи и до скорой встречи.